Каждый день утром начинаешь с таблеток. Рамиля Ефимова – инвалид второй группы. Женщина вынуждена постоянно принимать препараты – метатриксат и амепрозол. Их она должна получать бесплатно. Но в последнее время Рамиля возвращается из аптеки с пустыми руками. Льготных лекарств нет. Я без движения остаюсь. Как уж это. Без метатриксата я уже все, не человек. Поэтому мне нужны лекарства. Лекарства Рамиля Ревкатовна получает в аптеке, которая находится на Менделеево. Мы отправились сюда вместе с ней. Эти лекарства есть? Нет. Вот нет. Уже третий месяц нет. Все нет. Дефицита льготных лекарств в аптеке нет, уверяет фармацевт. Просто завоза еще не было. Медикаменты ждут на днях. Узнав о проблеме нашей телезрительницы, помочь вызвался заведующий центральной районной аптекой. Ульфат Шархимулин привез те самые таблетки, которые Рамиля Ефимова не может получить последние три месяца. Если в одной аптеке лекарства существуют из-за повышенной въявляемости больной или диспансеризации, мы имеем право отпускать медикаменты из другой аптеки. То есть переброска делаем. Благо, с помощью нашей съемочной группы проблема Рамиля Ревкатовна и решилась. Женщина смогла получить долгожданные лекарства. Но как быть тем, кто все еще ждет бесплатные препараты? Каких нет, я сама покупаю. А то, что есть? Ну, в течение месяца сказали, действительно ли рецепт бесплатный. Вот, сказали, в турник, в среду будет. Не знаю точно. В центральной районной аптеке в этом случае советуют оставить рецепт у фармацевта. При поступлении лекарства она тут же сообщит пациенту. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин